Хотелось бы добавить к этим словам, братья. Субханаллах. Бывает, когда вот, если своим языком, то, что в сердце сказать, когда видишь, что братья, субханаллах, по второстепенным вопросам разногласят, ругаются и так далее. То есть один, например, есть в исламе, аль-хамдулям, мнение, и все они возвращаются к сунне пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. И мы должны, верующие, смотреть на это более обширно, широко. Например, есть такое мнение, есть такое мнение, у этого прикреплен хадис, у этого прикреплен хадис. То есть мы не должны, не должно это нас свое мнение, где есть хиляф, если есть разногласия в вопросах фикха, мы не должны свое мнение, которое нам нравится, навязывать это другому. Потому что у того тоже есть мнение, и он тоже не взял из своей головы. Если это придуманное или слабое, то это другой вопрос. Но если есть тоже аргументы, то человек не имеет права свое что-то навязывать на другое. Например, один взял мнение в одном мазхабе, аль-хамдулям, другое взял в другом мазхабе. И на это есть далиль, и на это есть далиль, аль-хамдулям. Но это не должно, потому что основное нас, для чего Аллах послал пророков, для чего нас послал посланников, для чего мы вместе собираемся, для чего? Чтобы быть джамаатом. И когда человек берет вот эти вопросы, где есть хиляф, как Али и Абиталиб, рахмаллах, сказал, если не было вот этих разногласий, вопросов фикха, то бы тогда люди жили бы скомканно, тяжело было бы жить. Поэтому это ихтиляф, именно разногласия, которые не противоречат исламу, разногласия вопросов фикха, это и есть рахма, это и есть милость. И потом, чтобы, часто еще бывает, когда человек, он услышал откуда-то, какое-то мнение, или от кого-то услышал, и начинает на этом строить религию. Сам не изучив вопрос, не посмотрел, что есть, например, полностью этот вопрос, а с одной стороны, и на этом он хочет как-то Аллаху Алим, то ли себе показать то, что он знает, то ли еще что-то. И вот на этом начинается разногласие, на этом начинается противоречие между мусульманами. Например, возьмем для примера оба хадиса в Бухаре. Пророк Мухаммад, салаллаху алейсалам, шариба, ва хуа каим. Пророк, салаллаху алейсалам, пил стоя. Ас-эля. То есть вопрос фикха. Пил стоя. Также в Бухаре переводится... Пророк Мухаммад, салаллаху алейсалам, запретил пить стоя. Два хадиса противоречат друг другу. В одном скажем, что он пил стоя, в другом сказано, что он запрещал пить стоя. Сейчас человек взял и говорит, увидел брата своего и говорит, что он пить стоя, харам. Вот у меня хадис. От посланника Аллаха, салаллаху алейсалам, достоверный. Тот тоже ему приводит хадис, говорит, нет, ты заблудший, ты неправильно понял. Вот у меня хадис. Тоже в Бухаре. То, что пророк, салаллаху алейсалам, пил стоя. И начинается среди них конфликт в тех вопросах, которые они даже сами до конца не поняли. Поэтому Аллах, субхану ва та'але, говорит, Если вы в чем-то разногладитесь, верните к Аллаху, к Курану и сунне. Посланник Аллаха, салаллаху алейсалам, посланник Аллаха. Спрашивайте обладателей знаний, если вы не знаете, говорит священно Аллаху, субхану ва та'але. Поэтому, когда обычно хукм, то есть противоречит один, например, хадис на дозволенность, другой на запрет, в основе, в большинстве случаев, я дуль аляль карагия, это указывает на нежелательность. На нежелательность. Но если человек, например, сейчас зашел в мечеть, и у него есть сильная жажда, он хочет пить. Но пророк Мухаммад, салаллаху алейсалам, сказал, Если из вас кто-то зашел в мечеть, пусть он не садится, пока не прочитает два рака'ата намаза. То есть садится ему харам без двух рака'атов намаза. Если он не прочитал намаз, просто сел. Должно быть приветствие в мечети. Здесь теперь задается вопрос, он хочет пить, если он сейчас не попьет в намазе и будет думать о воде. То есть он не должен так читать намаз. Если он сейчас попьет стоя, то тогда как же ему садиться нельзя стоя пить. Возьмем хадис, то что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, запретил пить стоя. Если он сейчас сядет, сидя попьет, то тогда, субханаллах, он сел, не прочитав намаз. Что же ему делать? В этом случае ученые говорят, он должен пить стоя. Должен выпить стоя, почему? Потому что садится харам, а пить стоя дозволено, так как есть указание в сунне пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Он должен взять стаканчик, выпить стоя воды, потом прочитать два рака'ата намаза. Чтобы во время намаза он не думал о воде, а думал только об Аллахе, субханаллаху алейхи вассалям. Поэтому такие хадисы, когда пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, если уже вынесли еду, то нет намаза. То есть, если зашло время намаза, и перед тобой еда, если только время намаза не выходит. Если только зашло, и принесли уже еду, то нужно вначале покушать, потом прочитать намаз. Поэтому здесь мы должны изучать нашу религию, и ни в коем случае не должны мы разногласить, не должны разделяться. И не должны, да, должны вместе быть, вместе, аль-хамдуля, мы молимся. Отец наш один Адам, алейхи вассалям, Адам мин тураб, Адам, алейхи вассалям, из глины. Киблия у нас одна. Всевышний, Аллах субханалу Ате Аля, наш Господь один, Аллах субханалу Ате Аля. Вместе мы делаем руку, вместе мы делаем сюджуд. Также просим, Аллах субханалу Ате Аля, чтобы у нас сердца были тоже вместе. Чтобы наши сердца не противоречили друг другу. И самое главное, что вместе мы должны придерживаться, вот это очень важно, как мы сказали в основном ответе, чего? Кур'ана и сунни посланника Аллаха. Ничего-то, никакого-то там одного мнения, не за каким-то человеком идти, не за каким-то, а именно придерживаться Кур'ана и сунни пророка Мухаммада. Да, Аллах, чтобы мы были искренними братьями, любящими друг друга ради Аллаха в этой жизни, чтобы были в Судный День, также вместе зашли в Фердеус, чтобы любили не только на словах, но, в первую очередь, сердцами и на делах, и показали вот эту красоту, братство, в этой жизни. И также получили плоды этого братства Явм Аль-Кияма.